Привет, Оли Саранхули! Слушай, так ты говоришь, что в Японии лучше, чем в Корее? Почему? Не надо на камеру, у меня такие вопросы. Почему? Сегодня я вам покажу, как дойти до Звездной библиотеки, в которую так сложно дойти всем. В коексе сегодня какое-то событие. Там просто большая очередь. Просто огромная. У меня в несколько коридов, и она вся идет в SM-таун. Мы ждать, я так понимаю, не будем в любом случае. Вот здание SM, и сейчас мы будем идти в Звездную библиотеку. Здесь находится эскалатор, который какого-то хера не работает, и мне с больной ногой придется скакать по лестнице. Вот, мы спустились по этой лесенке, и нам сразу же нужно повернуть направо. А на карту смотрю. Вот, мы заходим в такой торговый центр, и мы никуда не сворачивая, просто идем по прямой. Та-да, Звездная библиотека. Так как сегодня понедельник, не особо много людей. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Звездная библиотека сама по себе не очень большая. Она уже у меня мелькала в предыдущих видео. Так она выглядит сверху. Кажется, что очень большая, но нет. Но очень красивая, особенно вот эта инсталляция, это выложено все из книг. На втором этаже есть вот такие в полках окна. Там тоже можно сделать красивую фотографию. Катька ходит, изучает книги вовсю. Ну, куда едем? Сейчас, едем вниз. Зашли в ресторан Бибимбапа. Тут один Бибимбап просто. И самое главное, что завела человека, то есть меня, который не ест Бибимбап вообще. Бибимбап это вообще такая еда, которую подают в храме буддинском. Обычно он без мяса, но вообще Бибимбап разновидностей очень много. Кате нравится традиционный Бибимбап. Я, например, кстати, привет Зия, которая тоже любит Бибимбап. Я не знаю, в чем фишка у вас, но я его не люблю. Приехала наша еда. Сейчас покажу вам. Попробую вот это. Это не острое. Это чапче, если я правильно произношу. Чапче. Это, короче, макарончики. Там есть грибочки. И оно такое замаринованное, а не холодное. Добавляй свой красный. Да, чтобы тебе поострее было. Пришел мой Бибимбап, который более такой человечный, да, где мясо, рис, немножко овощей. Вот он еще шикит. Я надеюсь, слышно на камеру. Такой АСМР, да. И мы заказали мея-кук. Я хочу, чтобы Катя попробовала. Мея-кук это суп, который готовят на день рождения. Вот так он выглядит, суп из водорослей. Ну, он очень вкусненький, особенно с утра он хорошо. Обычно женщины еще также после родов тоже его кушают, потому что он придает очень много сил. Особенно для женского здоровья. Очень полезный суп. А вот наше яйцо пришло. Омлет. Который Катя тоже очень любит. Она там на слюну истекается. Мы заказали вдвоем больше, чем все тут корейцы, которые едят. Мы зашли в магазин Какао Фрэндс. Тебе. Я хожу в большой день, я тут в локе не в биске, это XXL давно. Хорошо, понятно. Че тут я предлагаю какие-то Какао Фрэндс, какие-то мимишные вещи всякие. Увлажнитель воздуха такой маленький, настольный. У меня знаешь, что прикол? Ты иди сюда, смотри. Что у него вот здесь вот на попе две такие эти, как пуговицы, я так понимаю. Поехали смотреть, короче, на цветущую сакуру, на цветение сакуры. Мы уже едем в метро на станцию Jump Seal. Там у нас поджидает еще один человечек. Кстати, для тех, кому интересно, то в SM Entertainment люди стояли за какими-то вкусняшками с EXO. Там какие-то вкусняшки новые появились. Я ему, типа, вся эта очередь ждала эти вкусняшки. Мы пришли на фестиваль цветения вишни. Детенки уже там болтают, знакомятся. Вот так это все выглядит. Палатки с едой, палатки с выпивкой. Тоже проходит как ярмарка. Вон продают всякие сныки корейские. Есть даже цветочки какие-то. Это тут какой-то хендмейд. И еще всякое... Нашу гречку, что ли, продают? А нет, это что-то другое. К disappearing. Палати на моих снах. Продают! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я уже отхлебнула пенки Наташ, ты будешь у нас этот самый подопытный кролик Давай Катя, только слова могут не я уже, я не подопытный кролик Я буду морально готовиться к этому А вот сейчас нам покажут Катя, ты что-то нам такое Я не задумал, потому что там такое... Груциоз нам лизнула в бокал, пока он дышает. Наташа, тебя обслуживает со всех сторон. Руки кинцер, ага. Нет. Наша еда... Капец, сколько тут, мам, не ешь, я съем. О, обманщики! Кстати, для тех, кто будет в Корее, вот такое, если на столе стоит ведерко с пакетиком, это ведерко для пищевых отходов. Все поняли, все поняли. Ну вот, после еды мы решили сходить еще раз посмотреть на сакуру. Здесь очень красиво все сделали с подсветкой. Все фотографируются. Очень здорово все смотрится. Подсвечен, правда, правый берег, там дальше подсветки нет. Но очень красиво. Волшебно. Ну и школьники на фоне орут. А у меня вытянут, да? Ты собралась учиться в Корее вообще, для чего? Такие вопросы. Не надо на камеру, у меня такие вопросы. Почему? Нет, ну все-таки, люди же на что-то опираются. Вот я решила поехать там учить корейский язык. Ты на курсы собралась, так? Во-первых, я хочу поменять свое место жительства. Хотя бы на некоторое время, хотя бы на 3 месяца я буду рада этому. То есть ты хочешь почувствовать, что такое жить в другой стране? Да, я работала сколько, больше 10 лет в России и хочется как-то волду попинать. А, то есть развлечений хочется? Нет, ну не то, что развлечений. Корейский-то я тоже буду учить, но хочется пожить для себя. Ну хорошо, правильно. Я смотрю, у тебя есть интернет в Курее, как ты вообще его? Через сайт. Потому что у многих проблема, это какой-то симпус снять, еще что-то. Я бронировала через сайт, забыла название. Сейчас, подожди, раз-два. Мы бликуем. О, все, мы не бликуем. Так как у тебя еще раз интернет? В России заказала через сайт Pocket Wi-Fi. В аэропорту взяла, заплатила около 40 тысяч вон за 2 недели. 40 тысяч вон, это 40 долларов. Я дала свой паспорт, его скопировали, сделали копию. Потом сделали копию моей карты. Страшно было паспорт отправлять и копию карты? Что бы и нет. Нет, не страшно. Вот так, не страшно. Я как-то даже и не думала, что может быть страшно. То есть это такой переносной Wi-Fi машинка у тебя, да? Да. И ты больше не платишь, то есть заплатила 40 тысяч вон один раз и все. А потом как ты его сдавать будешь? Ну, я полечу когда домой, там же в аэропорту. Нет, там в том же терминале. И все. Причем, я когда первый раз летала в сентябре, я также брала этот Wi-Fi. Когда возвращала, мы его даже не проверяли. Ну, нужно запомнить место, где ты его берешь, да? Ну да, я уже запомнила. Но там, когда бронируешь, там высылают карту, но там даже дурак разберется. Мы поднялись на мост, и вот с моста вот так вот видно весь фестиваль. Там Сакуру, получается, не подсвечивали, но сделали такие гирлянды. А вот там полностью все подсвечено. Ну, очень красиво смотрится. И лотте-башня. Субтитры сделал DimaTorzok